гоморжоба опять озон и меня не купили вообще бесплатно даже пакет дали бесплатно тебе дать пакет игры давай о какой хороший красивый пакет мне скоро скоро за этими пакетами обложусь но тут не интересно потому что один товар и 44 я взял я бы взял больше просто ну негде хранить так это у нас пармалат молоко без лактоз на 1 литр стоил он мне 83 рубля это без лактозное молоко ровно литр 4 я взял надо можно было больше взять но где у хранить а вот не молоко веганская стоит в магните тоже 100 рублей но за 80 рублей его можно купить фикс прайсе здесь тоже один литр продал менее компактно в холодильнике его хранить сложнее вот этот удобней он и чисто квадратный и невысокий тоже тетрапак здесь у нас три с половиной жирность есть менее жирная но менее жирная стоит дороже я не знаю мы ну мы живем в очень странное время в очень странных условиях где жирное молоко стоит дороже чем мало жирная и в мире мы живем где молоко без лактозное стоит дешевле чем овсяная моча которую нельзя использовать как молоко можно использовать просто как напиток я ради хохмы сделал просто из овсянки молоко и она получилась ну примерно таким же на вкус просто не такое хорошо отфильтрованное при этом я здесь у нас самое дешевое вонючее рапсовое масло и все а я добавлялся сахар и нормальное православное масло и давай сравним вот себестоимость вот этой херни и вот это здесь нам нужно доить коров кормить поить ветеринар должен их посещать колотим всякие прививки ухаживать за ними говно за ними убирать и огромные огромное место должно быть для пастбищ для того чтобы они где-то там ночевали тусовались представляешь сколько возни плюс еще мы их их нужно доить все это проверять перепроверять и убрать из молока лактозу как убрать из молока лактозу здесь не нужно просто взять из интернета рецепт бабушки агафьи нет здесь нужно покупать лицензию покупать специальную аппаратуру и все это в общем это очень сложный и геморрый процесс здесь же мы просто взяли овсянку самую дешевую обычную естественно самую плохую естественно нам же нужно экономить смешали с плохихой водой перемололи добавили самое дешевое масло налили в такие вот ублюдские емкости здесь емкость менее ублюдская мне кажется более дорогая более качественным пармалат и я не знаю почему этот мир еще до сих пор не существует откуда в нем столько бреда бред просто каждый день и меня удивляется больше и больше с тех пор как это не молоко подорожало я подумал что на хрена да но пошло три с половиной процента чего жир просто сюда налили растительного масла здесь же масло ну то есть жир молочный то есть настоящий дорогой давай попробуем ухты тут еще взрыватель смотри-ка тут еще есть чека здесь чеки нет просто открыл и все молоко говорят что без лактозное отличается от обычного молока мне кажется что это бред и я не е ну да отличается она на вкус как ну такой прям постерилизованное молоко вот из пакетов знаешь такое не то молоко которое продают ну такие полу фермеры у нас ну как не постерилизованное обычное такое молоко оно чувствуется такое немножко странный привкус оно как молоко из пакет ну вот там домик деревне знаешь ну таких квадратных коробки я еще попробую с него делать йогурты у йогурты и так далее это тоже вкусное ну то есть себестоимость ты понимаешь да почему так то потому что вот эти они монополисты они монополисты и на фоне вот этих всех суеверий веганских продолжают торговать по такой бешеной цене ну самих вот брендов которые молоко производят их больше чем китайцы как им выживать в этих условиях поэтому у них цены с каждого литра ну не знаю ну рубль здесь же с каждого литра своих 80 рублей 70 уходят какому-то дяде ни за что ничего не делал он про это просто вот себестоимость она никакая и если производителей овсяного молока станет ну хотя бы 234 у них уже начнется демпинг они начнут снижать цены они начнут придумать что-то начнут как-то извращаться и можно уже будет иногда попить вот это молоко иногда вот то без скидки она стоит 110 рублей сейчас смотрю на озоне но у них там была скидка и да вот каждая такая вот мне стоило 83 рубля я не буду его так прям лакать это чисто для кофе не молоко есть вот и qr-коды которым можно пройти например в кино то можно его сфотографировать и не выиграть какой-то приз зримый немаловероятный или даже мало-немаловероятный приз там 100 рублей на телефон здесь каких призов нет и это хорошо не надо тратить время страдать хернёй что-то там сканировать какие-то qr-коды просто налил себе в кофе и кайфуешь и да это видео было снято на мою новую камеру как же рад так приятно 50 кадров в секунду да да привет всем ольга промо-код кстати промо-код на озоне продолжаю постить свой никому не нужный промо-код надеюсь что кто-нибудь его использует и скажет мне уже наконец что он дает скидку например дает или нет не можешь не использовать просто вставить что напишет хотя бы блин короче ладно давай все пока где тут выключалка